Вот эти три обгоревших окна на первом этаже, это самая злополучная палата, в которой сегодня утром произошел пожар. Сейчас там работают эксперты, что известно на данную минуту. Примерно в 3.30 утра произошло возгорание, в палате находилось 10 человек, 7 из них удалось эвакуировать, троих спасти не удалось. Еще раз повторюсь, работают эксперты и пока что приоритетной версии возгорания у них нет. Первыми на место происшествия прибыли пожарные спустя 4 минуты и практически сразу же в региональных и федеральных СМИ главной причиной было названо возгорание аппарата ИВЛ, искусственной вентиляции легких. В пострадавшей палате содержались больные с ковидом, это была так называемая красная зона, поэтому отказ оборудования выглядит вполне логичным. Впрочем, вот на этом видео от Следственного комитета можно разглядеть обгоревшие стены не только в помещении палаты, но и за ее пределами. Поэтому вероятность короткого замыкания электропроводки тоже остается. Сами эксперты версию с неисправным ИВЛ пока не подтверждают. В настоящее время Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления СК России по Рязанской области, по факту гибели трех человек при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. В настоящее время следователи и криминалисты Следственного управления продолжают осмотр места происшествия. В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления причины очага возгорания. О том, что это были неполадки именно аппарата ИВЛ, еще до официальных выводов следствия заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. После просмотра камер наблюдения. Аппарат загорелся, ну фактически произошел небольшой взрыв. Медсестра сразу же стала пытаться потушить этот пожар. Подключилась к ней сразу вторая медсестра. Это все причем видно на видеозаписях, которые были установлены в больнице. На камерах, которые были установлены в больнице. С огнетушителем сразу пришла, попыталась помочь потушить пожар. Сразу же сообщили всем, кому нужно, и сработала, кроме того, противопожарная сигнализация больничная. Вот сигнал вовремя поступил на пульт противопожарной охраны. Эвакуации подвергли весь второй корпус. Больных перевели в другие корпуса больницы имени Симашко, ОКБ, 4-ю городскую больницу. 27-летнюю медсестру Елену Федорову с ожогами 75% тела срочно отправили в лучшую клинику страны. Принято решение об оказании родственникам погибших помощи материальной. Конечно, с ними работала даже не психологи еще. Помощь материальная в размере 1 миллиона рублей каждому, каждой семье, по каждому погибшему. Две медсестры, о которых я сказал, которые принимали самое активное участие в тушении пожара, спасении больных. Они пострадали. Одна из них в достаточно тяжелом состоянии, первой, второй степени ожоги. Мы приняли решение и договорились сразу с Минздравом Российской Федерации об эвакуации этой медсестры в ОКБ, вернее, в больницу имени Вишневского, в специализированный ожоговый центр, конечно. Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий пока причину не называет. Но утверждает, новую партию аппаратов ИВЛ, закупленную в прошлом году, вернули в область после строжайшего контроля. У каждого был сертификат годности. У нас, вы помните, да, в прошлом году, когда были несчастные случаи в других регионах, мы тоже закупали 20 аппаратов той фирмы, вот, и они у нас взымались, прошли, скажем так, аккредитацию, и потом они с сертификатом годности вновь были поставлены в регион. Все это отслеживается Росздравнадзором, и все это выводится на федеральный сайт, потому что, значит, там аппараты не допускаются до использования. Все за этим смотрится очень строго. Но эти аппараты, они достаточно свежие, они находятся, по-моему, еще даже на гарантийном периоде. Партию аппаратов ИВЛ, которую, вероятно, и говорит Андрей Прилуцкий, закупали через компанию «Рязань Медтехника». Информация об этом есть на сайте госзакупок. Вот только марка аппаратов там Айвен-201, в то время как, возможно, неисправным был аппарат Борей из Китая. Та ли эта партия или другая, выяснит следствие. Специалисты Росздравнадзора уже на месте. Дело на контроль взяла и прокуратура. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин